Ветер Времени 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 Разрешите спросить, вы какого года рождения? Ну, я родился в 2006-м. До выброса, это хорошо. Значит, вы ни при каких обстоятельствах не встретитесь с самим собой. Когда я остановлю этот выброс, то что мне делать дальше? Ну, если вам это удастся, дай вам бог удачи, то возвращайтесь к машине времени. Указывайте конечный маршрут, текущее время и место. Вы разберетесь там сами, я думаю. Так, вы разберетесь сами, да. Если вы предотвратите выброс, учтите важный момент. Изменится будущее, причем неизвестно в какую сторону, в лучшую или в худшую. Но будем надеяться на лучшее. Я вам даю запечатанную записку, написанную мной с моей подписью. Она послужит доказательством вашего поступка. В альтернативном будущем найдите меня. Если не здесь, то в Киеве, в НИИ ядерной физики. Мы обсудим с вами дальнейший план действий. Ну, думаю, теперь все ясно. Превосходно. Ну что же, пройдемте вниз. Доцент Соколюк осуществит ваш переброс. Вот, давайте пройдемся к этому Соколюку. Получили мы 7000 рублей. Попозже. Попробуем на них купить какое-нибудь снаряжение в прошлом. Хоть мы и в будущем, но вот тут вот указан по-прежнему год. 2014. Ну ладно. Так или иначе. Подходим к товарищу Соколюку. Вот он. Так, я вас слушаю. Вы доцент Соколюк? Да, я. А вы, как я вижу, наш новый прибывший военный специалист. Верно? Так точно. Замечательно. Значит так. Так, я вам сейчас открываю дверь слева от вас. Вы заходите в комнату. Встаете на круглую панель с пультом и ждете. Чтобы отправиться назад, сделайте все то же самое. Только маршрут конечный. И время назначения указывайте сами уже. Ну что, все понятно? Ну, думаю, да. Желаю удачи, парень. Надеюсь, что у тебя все получится. Ну, хорошо. Я тоже на это надеюсь. Какой-то мужик. И мы проходим вот именно вот сюда. Так. Задание выполнено. И мы перемещаемся в прошлое. Отличный скрипт. Так. Звуки из времени Альянса. Так, товарищ, приготовьтесь. Начинаю переброс. И вот, как и говорил нам этот Соколюк, перебросили нас именно в Лиманск. В Лиманск. 2014 год. Ну что же, давайте проследуем. Проследуем к переходу в Рыжий Лес. Я переместился в прошлое более чем на 30 лет назад. А теперь далее мне следует добраться до Лиманского заповедника и установить там контакты с научными экспедициями. Давайте попробуем это выполнить. Оружия никакого. Да еще и ночь. Практически на дворе. Да ух ты, наемники. Вперед, проверьте, что это там за шум. Что это там за шум в подвале-то? Что это там за шум в подвале? Неужели надо убить наемника? Проверьте, что же там за шум. В подвальчике. Ну-ка, ну-ка. Неужели попадем прямо в лапы к наемникам мы сейчас? Не может этого быть. А ну-ка, стой, фраер! Вот видишь как? Я ствол твой дулом в землю смотрел. Вот так вот и стой. Вот так и поймали нас. Веперь. Так, кто такой? Как тут оказался? Мужики, не стреляйте, я военный. Я с экспедиции, прямо из подвала. Мы замеры делали в окрестностях Лиманска. Потерпели крушение. А че без снаряги в балахоне, каком-то вообще обшмыганном? Да все осталось в вертолете. Он тоже в подвале был. Ты че меня за идиота держишь? Какая экспедиция? Какие замеры? Мы прослушаем частоты в радиусе 10 километров. Говори сразу, кто ты? И как сюда попал? Да я уже все сказал, как оно есть. Я единственный выживший через Лиманска направлялся к точке эвакуации. Одно гонимо другого стоит. Ты бы к этому месту за километр не подошел. И как нас тебя не засекли? Странно. Короче, поступим так. Я тебя веду к командору. Ты ему докладываешь все свои байки. Да. Только не вздумай рыпаться. Все понял? Да. Так. Вот сразу... Ребят, не понимаю, почему после этих роликов громкость сразу максимальная получается. Ну ладно. И вот какой-то, видимо, главарь. Наемников Сатрап. Ну, здравствуй, странник. Так все-таки кто же стоит передо мной? Заблудший военный? Или скитающийся оборванец? Ответь мне вот на какой вопрос. Какова средняя численность мотострелковой роты в рядах вооруженных сил? Я жду. Ну, 130 или 150 человек. Хорошо. Пускай так. Мне доложили, что ты летел с компанией ученых. Поэтому ответь еще на пару вопросов для проверочки. Что знаешь о лабораториях в зоне и о проекте его сознания? Ничего. Сегодня мой первый день в зоне. Ну что же. Допустим так. По тебе и видно, что ты будто бы пришелец с другой планеты. Глядишь как-то по-не нашему. Лады. Мы тебя отпускаем. Гуляй смело. Ну, что это значит? Это значит то, что значит. Выходи и наслаждайся свежим лиманским воздухом. Осенью оно всегда свежее. Но пока отдохни. Располагайся здесь поуютнее. Что вы имеете вину. А вот так надо. Отлично. Огорели. И уложили. Сейчас, конечно, потише сделаем. Так. В западнее. Выбраться из подвала. Мы очень голодны. Нас жажда. Так. Несмотря на настаивание профессора о том, что в Лиманске пустое, меня схватили наемники и насильственно привлокли в свой лагерь. Думаю, живым они меня не отпустят. Это плохо. Так. Ну что же. Сделали немножко потише. Давайте попробуем отсюда как-то выбраться. Очень такой любопытный подвал. Очень даже любопытный он. То есть здесь всякие, как мы видим, нововведения. Небольшие новые изменения на локации. Ух ты. Еще и пистоль есть. Отлично. Нашли оружие. Чем-то данный заколоток напоминает даже... Вот еще и аптечки тут есть. Вот и жажда. Сейчас мы ее попробуем устранить. Нашу жажду. Выбьем водички. Отличненько. Кап-кап. Ха, всего лишь один патрончик. Любопытно. Так, ножа никакого нету. Конечно же. Вот еда. Замечательно. Что еще есть в ящиках полезного? Давайте немножко покушаем. Мы же голодные. Ну, хотя, в принципе, чуточек голодные пока не будем. А то покушаем и еще больше жажда будет. Такого нам, конечно же, не надо. Но нужно... Нужно выбираться вот к этому переходу. Обязательно. Где наемники? Тут пока никого. Мужик вот весь... Он не может подняться по... Он сейчас поднялся. Нужно убегать, ребята. Нужно убегать. Может даже по лезвенности как-нибудь. Это еще по крыльцу. Тоже может быть. Так. А, так нам вообще в ту сторону. Нам вообще в ту сторону. Поэтому побежали, я думаю. Все будет нормально. Может даже там пройти. Хотя нет, там закрыто. Там закрыто. Ну-ка. Аккуратненько. Из подвала уходим. Пока никто не видит. Так. Уйти-то не так-то просто. Так, кончаем, урода. Не так-то просто отсюда уйти. Ничего. Давай, может, кочки... Да ну тебя. Кочки всякие там... Осматриваем. Все-таки видишь? Все-таки видишь меня. Так. Двинулся вот тут. Спрячемся. Аккуратненько. Тут у нас впереди еще и мины. Будьте внимательны. Тут вообще кошмар. Тут у нас еще и мины, поэтому... Ладно. Вот так вот. Видите, это же кошмар. Ужас. А у нас специально была показана мина. Отличная мина тут в этом месте. О, тайничок. Сейчас мы его попробуем. Попробуем его взять. Небольшой тайник. Отличненько. Вот. Возможно, тут тоже, конечно, есть всякие тайники. В этом лиманских... Где же мины? Вот их не видно даже. Их не видно, в том-то и дело. Там очень плохо. Будем прыгать по машинам. Машина, надеюсь, не заминированная. Все будет нормуль. Осторожнее. Как же здесь пройти-то? Аккуратнее. Еще сохранимся. Ой. Какой кошмар. Ужасный... Ужасный радиейшн. Ну, похоже, и все. Вот мы и добрались до перехода в рыжий лес. Поцепили небольшую дозу радиации. Ну, в принципе, ладно, не страшно. Нормально. Нормуль. Вот и все. Выполнили. Так, занавим на блино. Вот переходик. Так. Ну что же, вот мы уже находимся прямо в этом рыжем лесу. Отлично. Добрались. Ну, почти что добрались. Теперь нужно каким-то способом нам перебраться на ту сторону. На ту именно сторону. И что же мы тут видим? Вот. Нашли мы медузину. Так. На пояс ее, к сожалению, не повесить. Пока. Очень печально. А, тем более, что у нее еще показатели какие-то очень такие прям уникальные. Наоборот, радиация. Присутствует. И вот нам нужно как-то тут перебраться на другую сторону. То ли вот по этим машинам, по всяким камням и прочим. То ли еще какой-то другой путь тут есть. Очень интересно. Так. Ну что же, в воде мы умираем. В воде мы умираем. Но вот тут вот я нашел кое-какую очень любопытную вещь. А именно ключик. Вот именно здесь он где-то лежит. Вот он, ключ. Отлично. Ключ именно от ворот. От каких ворот только вот? От каких ворот? Ключик, где эти ворота? То ли, может, где-то здесь? Вот, видимо, тут что-то есть. Так. Отличненько. Нашли аптечечку. Перебраться через водоем. Я открыл дверь, найденную мной ключом. Самое время пройти его. Пройти его. И оказаться снаружи. То есть, пройти его кого? В водоем, видимо, здесь написано как-то очень любопытно. Так, ну ладно. Пройти ключ. И оказаться снаружи. Так, тут особо ничего такого нету. Ищем. Другие всякие вещи. Вот. Отличненько. Оружие появилось. Первое. Ну, точнее, не первое, а второе. Ой, так и я и знал. Я так и знал. Так, вы знаете, что оружие тут будет неспроста. Еще бегут. Еще бегут. Мужики. Только у вас тут не хватало, гада. Что ж, муж? Никакого спокойствия. Никакого спокойствия в этом месте. Ну что ж, так, блядь, всех убили. Всех убили. Вот еще кто-то есть. Подонок. Вот еще бегут. Представители. Прям куда-то лично подземелья. Видите? Новые уровни в моде. Это шикарно. Шикарно и очень интересно. Ну и, в принципе, вообще у меня первое впечатление, что мод очень даже, видимо, хороший. Должен быть. По крайней мере, пока никакого негатива от него я не испытываю. Еще-то есть, как мы видим в моде. Тоже хорошо. Вылетов пока не было. Хотя написано в описании, что, по идее, они могут быть. Особенно на агропроме. Давайте я вам покажу, какие локации в моде в этом присутствуют. Ну, само собой, Рыжий лес, Лиманск. Мы их уже видели. Вот. Радар. Припять. Потом армейские склады. Еще есть любопытная локация. Вот она, новая какая-то. Заброшенная фабрика. Завод Росток. Тоже хоть немножко измененный. Ну, видимо, билдовский. Янтарь. Агропром. Возможно, есть еще и подземелья. Различные. Так. Ну и усил. Вот такие вот локации. В данном моде. Радиация по-прежнему есть. Спокойнее. Получу, да. Вот так тебе. Нам, конечно же, нужно было идти туда. Но давайте погуляем немножко. Погуляем. Посмотрим, что здесь. Какой-то баллон. Вот. Еще-то они их нашли. Так что очень даже прикольно. Прикольно, ребята. Я считаю. Конечно же, не забывайте про ваш лайк. Серия будет, опять-таки, коротенькая. Чтобы познакомить вас с новинкой. И вообще показать, как она вообще выполнена. Что тут вообще есть. А следующую серию уже снимем. Снимем. Именно в нормальном, в обычном размере. Вот. Ну, просто уже время довольно-таки много. Поэтому, как обычно, серия будет покороче. Так. Еще товарищ Тушкан. Били его тоже. Вот там уже кто-то еще рычит. Ничего, Женьки. Да-да-да-да-да-да. Готово дело. Так, мы видим, что... А, нет. Показано, показано. Показана отсечка патронов. Так. Вот такой вот отличный мод. Время. Ветер времени. Ветер времени. Тут ничего. Ну что ж, давайте уже будем выбираться. Будем уже выбираться. На другую сторону. Скелет отдыхает. Вот. И на этом моменте, видимо, серию данную закончим. Спасибо разработчику за новый мод. Конечно же. Без него было очень скучно. В данной тематике. Вот. Еще нашли. Что-то тут. Постепенно продвигаемся. Аккуратненько идем. Слушай, ну прям куча здесь всяких подземелий. Нам, видимо, туда. Нам, видимо, туда. Слушай, везде, прям везде ходы. Всякие ужаснейшие ходы. Давайте тут проверим, что здесь будет. Что мы здесь сможем найти? Ух ты. Еще и туда-сюда. То ли мы тут уже были. То ли не были. Нет, тут мы еще не были. По-моему. Осторожнее, ребята. Ну-ка, ну-ка. Да, похоже, вот он, выход. Вот он, выход. Добрались мы до противоположной стороны этой реки. Давайте, конечно, сбегаем обратно. Проверим, что там было в том еще другом закоулке. Так, я проверил. Ничего там не было. Ничегошеньки там не было. Выходим из этого помещения. И вот мы добрались. Вот и добрались. Так, сообщение. Капитан Фуртенко. Эй, сталкер, подойди сюда. Поговорим. Давайте пообщаемся. Вот мы уже и в рыжем лесу. Эй, сталкер, откуда ты этот путь-то держишь? Я военный. Под Лиманском разбился наш вертолет с ученой экспедиции. Нарвался я на наемников. Пока искал выход из города к какому-нибудь безопасному лагерю, попал к ним в плен. О, ну тогда здравия желаю вам, товарищ. Ну и дела-то. В Лиманске же абсолютно делать нечего. Ни аномалий, ни мутантов, ни артефактов. Северную часть города патрулируют монолитовцы. Интересно. Что же там делают наемники? А где ты свой снарягу потерял? А я скинул ее при отходе. Вертолет был готов взорваться. Хм-хм. Взорваться, да. Мне бы выйти на ученых. У меня к ним важное дело. Хм. Ученых? Ну, край муха слышала своих, что какие-то в скафандрах исследовать в лесу что-то решили. Да, вот к ним тебе как раз и нужно, видимо. Однако лес-то густой, зарос еще заповедник с первой аварией-то. К лесеньку обратись. Он по ту сторону леса обитает в старом капере. Все тебе скажет и доложит. Доложен. Замечательно. Ну, спасибо тебе. К нему тогда и отправлюсь. Мы получили мобинок или нож и отдали ключик. Подожди. Вот передай ему, пожалуйста, один ящик небольшой. Все никак не соберусь. Ну, ладно, у меня и так снаряги особо нету. Помогу тебе с грузом. Вот, спасибо тебе, солдат. С меня причитается. Да, удачи. Я пошел. Получили мы нож. Бинокль. Монокль. Такой вот. Отлично. И шикарная погода в рыжем лицу. И, как вы видите, опять-таки, да. Добавлен графический мод. Все мы тоже видим. Отличные деревья. Здорово. Здорово. Вот, получили мы посылку. Для лесника. Небольшой алюминиевый чемоданчик. Да, внутри, да. Понятно. Чего расскажешь хорошего? Так, кто-то еще есть. Какой-то персонаж, по-моему. Квестовый. Где-то тут живет. Так, вот. Сержант Звонцов. Эй, сталкер, подожди. Это ведь ты там говорили, что увидел наемников в Лиманске. Ну да, это я был... А что ты хотел? Тогда слушай, у меня знакомый есть. Он информацией разного рода интересуется. Хм-хм. Он бы точно был бы рад узнать, что забыли наемники в Лиманске. Ну а что от меня требуется? Было бы отлично, если бы ты нашел хоть какую-нибудь информацию об этой группировке. Тебя я тоже не обижу. Ну ладно, хорошо, постараюсь. Замечательно. Что найдешь ценного, неси сюда. Помозгу им. Ну хорошо. Ну что же, вот получили мы еще одно задание. И давайте на этом моменте серию закончим. Не забывайте про ваш лайк. Если хотите увидеть скорейшее продолжение этого мода на моем канале. Пишите ваши комментарии. И подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропустить следующие видео. Опять-таки на нем же. Всем пока. Всего вам хорошего. Увидимся в новых видео. Всем пока.